Девушки отдыхают Зато очередное серебро опять взяли французы Подтвердили свой высокий уровень ориентировщики По итогам спринтерских гонок Красноярка Марина Вяткина финишировала со вторым результатом Компанию российской спортсменки на педестале почета составили финки У мужчин хозяева выступили немного успешнее Владислав Киселев благодаря допущенной ошибке на дистанции Норвежцам Ауденом Хеймдалом выиграл золотую медаль Скандинав в итоге стал вторым Замкнул тройку призеров еще один россиянин Сергей Горланов Еще несколько медалей в копилку российской сборной принесли фристайлисты На трассе кластера Сопка прошли завершающие соревнования у акробатов Смешанной командной программе Первым номером от нашей страны шли Максим Буров и Красноярка Любовь Никитина В итоге звездный дуэт стал лишь третьим Золото взяли белорусы Александра Романовская и Артем Башлаков На втором месте другой российский дуэт Кристина Спиридонова, Станислав Никитин Второй матч на турнире и провела мужская сборная России по хоккею с мячом На стадионе Енисей хозяева принимали норвежцев Выйдя на лед в ранге явного фаворита Хозяева с первых секунд начали доказывать свое превосходство на льду В первом тайме в воротах скандинавов побывало пять мячей Норвежцы явно были обескуражены Здесь в пользу россиян сыграли и переполненные трибуны Гости просто-напросто не привыкли играть при такой оглушительной аудитории Это невероятно, что у России столько болельщиков Конечно, нам сложно, потому что из-за шума мы не можем слышать друг друга И нам было бы легче, если бы было немного тише и мы могли говорить друг с другом Но это очень тяжело, потому что болельщиков в России очень много Завершив первый тайм со счетом 4-1 Свою пользу российская сборная продолжала штурмовать защитные ряды норвежцев Мячи в ворота скандинавов продолжали влетать с периодичной регулярностью А вот гости результативными действиями больше отличиться не смогли 9-1 После уверенной победы над норвежцами сборной России Перед плей-офф предстоит провести еще два матча Но зато каких? Сначала с финнами, ну а потом уже со шведами Далее битва за медали Я считаю, что компетенционная игра гораздо лучше была, чем в предыдущем матче С каждым матчем, я думаю, мы будем привыкать друг к другу, налаживать связи И игра будет все лучше и лучше для болельщиков Антон Соркин, Андрей Ткачук, Афонтово Спорт Продолжение следует... Продолжение следует...